Всем привет-привет! С вами питомник Чихуахуа, Элс Меголд. Сегодня мы немножко поговорим. Я поговорю, вы послушаете. Если у вас есть какие-то противоречия, может, какие-то ваши мнения личные, можете писать его в комментариях, комментарии открыты. Хотела немножко поговорить о том, что не всегда всё так положительно в жизни. Бывают иногда и отрицательные моменты. Вот вы решили завести собаку. Это очень ответственный шаг, который требует много времени, сил ваших и финансовых вложений. Приобрести щенка – это тоже финансовое вложение. На улице вы его не найдёте. Вы можете приобрести на улице. Но я сейчас о породистых с документами о тех щенках, которые продаются на авито, на каких-то сайтах, в ютубе, как мы делаем. Это тоже финансовое вложение ваше. Вот и сегодня. Первое такое – это уход за собакой. Вы должны понимать, что вам необходимо уделять ему время. Это на выгул, на кормление, на уход, купание, уход за зубками, уход за шерстью, почистить ушки. Это всё ваше время. Не так, что собачка бегает, а вы ей там ни когти не обрезаете, она живёт, цветёт и хорошей. Чтобы собачка была здоровой, надо за ней ухаживать. Вот это первое такое. Второе. Расходы. Расходы на содержание собаки. Я сейчас не беру на именно мою породу. Я обобщённо. Содержание это входит у нас в корм, видуслуги, игрушки, одежда, какие-то вкусняшки, какие-то занятия с собакой. Если, например, это какая-то профессиональная такая рабочая собака, то, конечно, надо немножко вложиться, чтобы с ней поработать. Всё это не бесплатно. Так, второе. Риск, ой, третье. Риск аллергии. Многие знают, да, что иногда у людей бывает аллергия. Но некоторые люди знают об этом, что у них аллергия. А некоторые, например, не предполагают, не знают. Я не знаю, может быть, мне кажется, такого не бывает, если человек взрослый, адекватный, он решил приобрести собаку, он должен быть на 100% уверен, что у него нет аллергии. Но бывают такие случаи, когда в доме есть детки, да, и вы не знаете об этом, что у него есть аллергия. Вы приобрели щенка, принесли его домой, и вот тут начинается у ребёнка аллергия. И, конечно, что же вы будете делать? Вы будете его или перепродавать, или возвращаете его в питомник, или кому-то дарите. Масса вариантов, но когда взрослый человек к этому подходит, он понимает, есть у него аллергия или нет. А вот когда у вас дома ребёнок, вот здесь может встать такой вопрос, что придётся собаку куда-то отдавать, возвращать в питомник. Конечно, обидно, но это жизнь. Так, четвёртое. Риск нападения. Если у вас маленькая собачка, на вашу собаку могут напасть, у нас нападали на елу большие породы, да. Но также бывает, что если собака агрессивная, она может нападать на человека. Конечно, дальше могут быть последствия. Если это не дошло до суда, всё будет отлично. А там надо заниматься собакой, надо её социализировать. Всех щенков навсегда заводчики пытаются социализировать, но если это крупная порода собаки, то, соответственно, здесь надо уже работать с ней, чтобы она не нападала на людей. Потому что бывает какое-то резкое движение, и собака может накинуться на ребёнка, если это большая собака. Вы должны понимать, когда заводите определённую породу, для чего эта порода предназначена, и там уже от этого отталкиваться. Так, пятое. Риск кражи. Мне писали в комментариях, что у нас украли собаку. Да, я знаю, что такое бывает, что есть такие нечистые на руку люди, которые могут украсть чужую собаку. Да, такое бывает. И очень часто, кстати. Так что всё возможно, если собака гуляет без поводка, и тем более в самостоятельном выгуле, то возможно всё. Если она ещё и доверчивая, и ко всем подходит, добрая, ласковая. Конечно, если собака выгуливается сама, значит она контактная, значит она идёт к другим людям, и другие люди могут её взять и подобрать себе. Забрать, вернее, не подобрать, а забрать. Такое тоже бывает. Выскочила из двора тоже. Убежала куда-то, кто-то её нашёл, пригрел, обогрел. Не отрицаю. Риск потери собаки. Бывает такое, что какая-нибудь инфекция с собаки нет с нами, да. Бывает, там, машина сбила. Такое тоже бывает. Разные различные ситуации, но риск потери тоже есть. Так. Риск заражения паразитами. Как собака заражается, так и вы. Например, я имею в виду клещей собака может на подушечках лапок занести в дом, а этот клещ потом перелезет на человека. У меня был такой случай, когда мыречка принесла домой клеща, хотя я всегда его обсматриваю, и летом они у меня гуляют с ошейниками, но вот здесь вот она затащила, и одного я вытащила потом. И этот клещ, он только начал ползть по мне, он ещё не укусил. Такое тоже бывает. Блохи, глисты, тоже надо за этим смотреть. Это всё, конечно, обрабатывать, глистогонить, всё по графику делать. Риск травмы. Если, например, вы привезли домой щеночка, где-то он там спрыгнул не так, повредил лапку, где-то собаки играли между собой тоже, глазки могут повредить друг друга. Если, например, сквозняк хлопнула дверь, может тоже прибить, я всегда говорю аккуратно с этим. Так, и десятый такой. Если собака не оправдала ваших ожиданий. Вот это, наверное, самый такой главный для меня. Когда мне пишут, или звонят, у нас умерла собачка, и скидывают фотографию своей собачки, у вас есть такого окраса? Я всегда в этот момент отказываю в продаже щенка. А почему? Потому что вы хотите найти замену вашей собаке, на что я не хочу, чтобы моя собака была заменой. Это тоже как личность. У каждой собаки свой характер. У вас был такой, а здесь будет совсем противоположный. и потом бывают такие случаи, что люди возвращают собаку в питомник, потому что по характеру собака не такая. Возьмите, поменяйте. Если хотите собаку, у вас боль, да, на сердце, вы хотите, вот, надо обязательно друга, если у вас нет времени, подождать, пережить эту ситуацию, и все. Возьмите совсем другую, противоположную. Не берите вот именно вот такую, как у вас была, потому что все собаки разные и по характеру, и по окрасу, и по манерам поведения. Все это. Есть гавкучие, есть тихоние, есть пугливые, есть наоборот, дерзкие, резкие, как пуля, да. Ну, никогда не делайте замену вашей собаке на замену другой. Это большая ошибка. Вот об этом я хотела поговорить. Так что, потом запишем о плюсах. Ну, плюсов намного больше, наверное, в жизни, чем отрицательных. Ну, это такие вот, которые мне вчера так пришли в голову, я быстренько записала их. Также я написала статью на Дзене, если хотите, зайдите, почитайте. Кому интересно, канал также называется, как и в Ютубе. Так что, все, всем пока. Так, куда ты? открыл свои. Ноги свои развалил, достоинства показываешь всем. Всем пока-пока и до новых встреч. А также желаем всем хорошего настроения. Вот у нас очень жарко на улице, не знаю, как у вас у всех, но у нас очень жарко, мы вышли на улицу и бегом домой, потому что даже в футболке жарко. Все, всем пока-пока, до новых встреч.